Всем привет! Это Свободный Бросок, обзор пятого тура. Сегодня мы поговорим с вами о завершившихся вчера матчах пятого тура Олимпет Суперлиги, выберем лучшего игрока тура, подведем итоги нашего конкурса, а также расскажем о том, как идет конкурс Гонбольный Эксперт. Ну и в конце передачи мы проведем еще один конкурс и разыграем небольшой приз для наших всех зрителей. Еще не завершился сентябрь, а уже позади четверть дистанции турнирной. Пять туров прошло, 15 матчей сыграли команды группы А в чемпионате России. Очень много интересных результатов, практически все матчи в борьбе, с хорошим количеством голов, есть интриги, неожиданности. В общем, радует Олимпет Суперлига в этом сезоне, по крайней мере меня, я думаю, многих любителей гонбола радует. И сегодня мы расскажем о трех матчах, которые прошли вчера в Суперлиге. Как вы знаете, мы выбираем лучший матч тура до его проведения. У нас на странице ВКонтакте проводится голосование, каждый может принять участие за день до начала тура. И таким матчем дня был выбран поединок между Кубанией и Ладой. О нем мы расскажем в самом конце передачи. А начнем с игры в Звенигороде, где звезда принимала московский ЦСКА. Команда Флорентина Пере после победы в Лиге чемпионов домашней над турецким Костомону ехала в Звенигород в хорошем настроении, без утраты каких-то, наверное, больших сил. В общем, задача, наверное, была дать поиграть всем игрокам, не получить травмы, держать победу, в принципе, что называется, на классе. Но звезда с первых минут ринулась в бой и противопоставила армейскому коллективу очень агрессивную атаку с хорошим настроем на борьбу. Выделялась Ирина Антонова, линейная звезды, очень опытный игрок, хорошие у нее получались голы, зарабатывала на 7-метровые. В девятой минуте достаточно неожиданный счет на табло горел 9-5 в пользу звезды. Запахло, если не сенсацией, то достаточно неожиданным каким-то поведением обеих команд на площадке. Очень быстро ЦСКА нашел противоядие против звезды, и 5 минут не прошло, как московская команда уже не только сравняла счет, но и вышла вперед. За эти минуты блестяще сыграла Сара Листовска. Забив три подряд гола, она погасила наступательный порыв звезды, окрылила своих коллег по команде, и ЦСКА уже в первом тайме быстро начал наращивать свое преимущество. 16-11 к перерыву уже было преимущество ЦСКА. В общем, полностью контролировал ЦСКА ход игры. Везде удавались красивые комбинации, забиты несколько интересных ярких голов, но ЦСКА довел матч до победы 35-27, ни разу не дав усомниться в своем преимуществе. Обращать внимание, не очень удачная игра вратарей обеих команд. Меньше 30% все вратари сделали сейвов. Это значит, говорит о том, что атака была в этом матче сильнее, чем защита у обеих команд. Также можно выделить количество бросков по воротам. 55 у ЦСКА и 43 у звезды. То есть на 12 бросков по воротам больше совершила московская команда. А это, конечно, залог преимущества, залог победы. Тем более в составе ЦСКА очень серьезные игроки, которые хорошо бросают по воротам и с хорошей точностью. В составе звезды, наверное, можно обратить внимание на игру Ирины Антоновой. Она провела очень хороший яркий матч, особенно в первом тайме. Была за водилой команды, зарабатывала 7-метровые броски, забрасывала сама. В итоге Ирина за игру набросала 6 мячей, заработала 3 7-метровых для своих партнерш. Не все, конечно, реализовали ее коллеги, но Ирина лучший игрок в составе звезды в этом поединке. У ЦСКА таких игроков 2. Я выделил это Елена Михаличенко и Сара Ристовска. Обе забросили по 7 голов. Обе ярко достаточно провели матч, убегали в отрывы. Быстрое нападение использовали хорошо. В ЦСКА, в принципе, все достаточно ровно сыграли, игроки полевые. Но вот эти два игрока более ярко провели. И я бы выделил все-таки, наверное, Сару Ристовску, потому что ее вот этот порыв в середине первого тайма, когда она трижды подряд улежала к воротам звезды и сократила отставание до мяча, оно такой своеобразный внесло вклад в начало перестроения игры ЦСКА и в общую победу. Потому что очень легко Сара забрасывала, как она умеет, мячи в ворота звезды. Погасила наступательный пыл подмосковной команды. И уже после этого у звезды руки, что называется, немножко подопустились. Заслуженная победа ЦСКА 35-27. Ну а мы отправляемся в Астрахань, где Астраханочка принимала Ростов-Дон. На этот матч ростовская команда приехала в достаточно серьезном составе. Уже не было необходимости у Пера Йоханссона оставлять на трибунах Дворца Спорта каких-то ключевых игроков. Игровое время получили и лидеры в том числе, и Амарин, и Заади. Те, кто не играл в игре с Ладой. Хотя, наверное, вот в этой игре Ростову можно было дать отдохнуть каким-то игрокам. Потому что разница в классе здесь была уже довольно ощутимая. Астраханочка тяжело входит в сезон. Да, у нее есть победа над звездой. Но противопоставить что-то командам-лидерам ЦСКА и Ростов-Дону ей сейчас сложно. Команда Дениса Сайфульна достаточно медленно идет сейчас в атаку. И даже на фоне возрастного Ростов-Дона Астраханочка не выглядела быстрой. У нее практически нет контратакт, практически нет быстрых каких-то переходов. Все идет с позиционного нападения. А позиционное нападение против Ростов-Дона с суперзащитниками мирового уровня – это очень тяжелый вопрос. Ростов-Дон в первом тайме уже, по сути, сделал игру. 20-14 преимущества к перерыву у ростовской команды. Очень много мячей за тайм. 20. Астраханочка тоже забрасывала, конечно, мячи, но все-таки полностью ход матча под контролем у Ростов-Дона. И во втором тайме все это только продолжилось. Скорее, Ростов-Дон был ближе к тому, чтобы еще больше увеличить свое преимущество, чем Астраханочка, чтобы догнать гостевую команду. Уверенная победа Ростов-Дона 35-26. Наверное, перед матчем и были все ожидания в победу ростовской команды. И вопросов игра обеих команд не оставила по результату этой встречи. У Астраханочки выделить можно Анну Шапошникову. 7 голов она забросила. Отличалась красивыми дальними выстрелами. Точными причем ей прям пятерка за эту игру. Неплохо проявила себя Мария Дудина, забившая 6 мячей. Но лучшим игроком все-таки, наверное, становится в Астраханочке Шапошникова. Также хочу отметить Эвелину Анушкину. Она не провела весь матч, но 2 из 3 пенальти отразила. Уже такой мастер по 7-метровым. И в прошлом туре она отразила несколько сейвов с 7-метровой отметки. И в этот раз тоже удалось ей отличиться. У Ростов-Дона все игроки сыграли ровно. Всем Пер Йоханссон дает игровое время. Отличились практически все, кто выходил на площадку. Но, наверное, ярче других сыграла Ксения Макеева в этой игре. У нее 7 мячей. Для линейной это очень хороший результат. Причем 6 из них были заброшены с линии. Плюс 2 7-метровых заработала Ксения. В общем, Ростов-Дон умеет играть на своего линейного. Хорошие у них связки, хорошее взаимопонимание между игроками. Ксения Макеева становится лучшим игроком в составе Ростов-Дона. Отмечу также Грасс за 1. 5 голов, 4 голевые передачи. Вот, наверное, того игрока не хватило ростовской команде в прошлом туре в Тольятти. Ну и переходим к матчу тура. На самом деле он и прогнозировался самым интересным. И болельщики проголосовали именно за него. Лада приехала в Краснодар после победы над Ростов-Доном. А Кубань пыталась показать себя таким андердогом. Проиграв несколько матчей подряд Ладе. Хотелось желто-зеленым отобрать, наконец, очки у Тольяттинского коллектива. Но с первых минут что-то опять пошло не так у Кубани. Опять провал в стартовом отрезке матча. После того, как Кубани открыла счет, Лада быстро сравняла, вышла вперед и начала уже в первые минуты наращивать свое преимущество. Основным творцом этого преимущества стала голкипер Лады Валентина Майтулевич. Она отбивала мячи от игроков Кубани и в ответных атаках Лада забрасывала свои голы и очень серьезно отрывалась в счете. Уже к середине тайма преимущество Лады составляло 6-7 мячей. А это серьезная фора, серьезный гандикап, который отыграть очень сложно. Кубань же, несмотря на то, что не так уж много делала ошибок, за первый тайм их было 7, но они все практически были антирезультативными. Чем Лада и пользовалась? Сразу несколько отрывов, очень легкие мячи забрасывала Лада, а Кубань свои атаки проводила только в позиционной игре. А это было очень сложно и непросто. По вратарям также отмечу в первом тайме 1 сейв у Кубани и 9 сейвов у Валентина Майтулевич. И в итоге преимущество после первого тайма 8 мячей, 19-11 в пользу Лады, как раз говорит о преимуществе по сейвам 9-1. Не будь этих 8 сейвов у Валентина Майтулевича, скорее всего, совершенно другой расклад был бы перед вторым таймом. А так Кубань вышла на вторую половину встречи в качестве очень серьезно отстающего. И тем не менее, желтый и зеленый нашли в себе силы на вот этот рывок и практически достали Ладу. К 20-й минуте второго тайма счет сократился уже до мяча 22-23. Лада за эти 20 минут забросила всего 4 мяча, что говорит уже об обороне Кубани на второй тайм. Наконец, стала отбивать Михаилюта, набравшая за матч 8 сейвов. Однако Кубань не смогла переломить ход встречи. Алексей Алексеев вернул на площадку опять весь основной состав. И вот в эти ключевые минуты, последние 10 минутки игры, Лада смогла очень уверенно провести свои атаки. Отстояла в защите. И создала себе перед самой концовкой решающее комфортное преимущество. В 2-3-4 мяча. Чему тоже способствовала и Валентина Войтулевич, которая опять же в какие-то нужные моменты отразила несколько важных мячей. По лучшим игрокам у Кубани их сразу два. Это Александр Давиденко и Диана Голуб. Не получалось у лидера Кубани прошлых сезонов Дианы Голуб игра в первых турах. Но вот вчера она сыграла уже хорошо. 7 голов забросила. Хотя по первым минутам у нее тоже много не получалось. Не реализован был 7-метровый бросок. Не забиты какие-то два чистых мяча. Но затем Диана разозлилась, наверное, на себя. И забросила 7 голов очень классных. И с нулевых углов. И с трудных позиций. Ничего и уже не могла противопоставить опытная Войтулевич. Но лучшим игроком в составе Кубани я бы назвал Александру Давиденко. 7 мячей из 7 бросков. 100% реализация. Саша забрасывала и с линии, и со своего края. Причем прекрасно она отработала и в обороне. У нее 4 перехвата. Несколько моментов, когда в нее влетали игроки Лады и судьи давали на игрока. В общем, полная пятерка за игру. И если бы не поражение, наверное, Давиденко могла бы стать и лучшим игроком всего тура. А в составе Лады этим лучшим игроком стала, безусловно, Валентина Войтулевич. Уже второй тур подряд. Наша редакция признает ее лучшей в матче против Кубани. Валентина в начале своей надежной, опытной игрой создала вот это вот... Помогла команде создать преимущество в счете, в большом отрыве, который уже догнать было очень сложно Кубани. И во втором тайме, когда уже Лада расстреляла это преимущество, 2-3 сейва вдохновили партнерш Валентины на решающий все-таки рывок. В итоге у Валентина Войтулевич 15 сейвов, почти под 40% спасения. И она, безусловно, лучшая в этой игре. А Лада побеждает 32-28 и увозит очередные 2 очка к себе в Тольятти. Ну и матч с Кубани поставил в тупик наших экспертов, которые участвуют в конкурсе «Гонбольный эксперт». Таблица лидеров у вас на экране. Призываю каждого участвовать в этом конкурсе. Правила вы найдете по ссылочке в описании. А мы переходим к нашему традиционному разделу «Лучший игрок тура». Про каждого игрока лучшего в составе каждой команды я уже говорил. Теперь время настало выбрать лучшего во всем туре. И, наверное, уже догадались этот выбор Валентина Войтулевич. Потому что, как бы ярко не сыграли игроки в матчах звезды ЦСКА, а также Астраханочки и Ростов-Дона, преимущество одних над другими было слишком сильным, чтобы выделять кого-то название лучшего игрока всего тура. А вот в соперничестве Кубани и Лады, которое прошло, в принципе, с преимуществом тальянческой команды, но могло завершиться и иначе. Вот решающий вклад какого-то конкретного игрока в победу одной из команд здесь очевиден. Итак, Валентин Войтулевич, по мнению нашей редакции, уже второй тур подряд признается лучшим игроком тура. И здесь самое время подвести итоги нашего конкурса в прошлой передаче. Мы просили вас написать, кто будет лучшим игроком вот этого пятого тура. И такой победитель у нас есть. Это Анатолий Сесин. Именно он написал, что Валентин Войтулевич станет игроком пятого тура. Поздравляем Анатолия. Вот эта футболка гонбольного клуба Кубань отправится к вам. Пожалуйста, в комментариях к этому видео напишите, как с вами связаться, чтобы мы могли вам передать наш приз. Ну что ж, победитель этого конкурса известен. Ну а мы объявляем о новом конкурсе. Вот такой приз. Вымпел гонбольного клуба Кубани нового образца. Мы подарим его победителю. А вопрос такой. 26 сентября в Уфе состоится матч из группы Б между Уфой Алисой и университетом. В комментариях к этому видео только на YouTube на нашем канале вы должны написать, с каким счетом закончится этот матч. Тот из наших подписчиков, кто правильно угадает счет, получит этот приз. Надо быть первым, чтобы правильно угадать счет. Если счет никто не угадает, победителем будет признан тот, чей результат окажется ближе всего к итоговому результату. Но для этого нужно правильно указать хотя бы исход. Так что пишите и участвуйте. Кстати, ваша подписка должна быть на наш канал обязательно. Ну и как вы поняли, результаты мы подведем в нашей следующей передаче. А она как раз будет про игры второй шестерки чемпионата России. Мы давно о ней не говорили. Вернее, ни разу еще не говорили. Как раз в конце сентября подведем итоги целого месяца в этой группе. Ну а теперь вкратце о том, когда состоится следующий тур. Он пройдет аж 12 и 13 октября. Большая пауза ждет команды первой шестерки. Связано это с матчами сборной России. 6 октября команда Людмилы Бодниевой сыграет в Москве против Швейцарии. А 9 в Клайпиде против Литвы. Об этих матчах мы тоже обязательно расскажем в своей передаче. 12 октября ЦСКА примет звезду. А 13 октября Ростов-Дон сыграет в Ростове-Надону с Астраханочкой. А Лада в Тольятти примет Кубань. В турнире таблицы без изменений. Первые три команды набрали по 2 очка. И увеличили свой отрыв от трех команд второй половины турнирной таблицы. Поэтому интересно, как в следующем туре пройдут эти матчи. Сможет ли кто-то из нижней части таблицы отобрать очки у лидеров. Если вам нравится наша передача, обязательно поставьте лайк. Ждем ваших комментариев и на конкурс. И вообще по самой передаче. Что вам нравится, что не нравится. С чем согласны или не согласны. Также, если кто-то не подписан на наш канал, обязательно подпишитесь, чтобы быть в курсе не пропускать интересные видео. Ну а я с вами прощаюсь. До встречи.